Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем всех, кто смотрит нашу программу. Сегодня 20 июня. С вами в эфире Нина Василькова. Мы предлагаем вашему вниманию цикл лекций «Николай Рерих и Древняя Русь» из семи частей. Сегодня прозвучит первая часть. Эпиграф. Не знающий прошлого, не может думать о будущем. Николай Константинович Рерих. Вопрос, откуда есть пошла русская земля, заданный еще в начале XII века русским летописцем Нестором, монахом Киево-Печерского монастыря, интересует ученых и поныне. Ответить на него значит понять исторические корни русского и других славянских народов, выявить их место на древней географической карте, понять их взаимоотношения с другими европейскими народами. Нестор упомянул, что было время, когда по всей Европе был род един и язык един. И не случайно в языках славянских народов и санскрите в древнейшем языке Индии имеется немало общих корней. Эпоха жизни славянства до призвания варяжских князей почти неизвестна историкам. Устное предание, послужившее основой для поздней летописи, повести временных лет, созданной Нестором летописцем, отражает слабые намеки, по которым можно лишь в общих чертах представить историю, культуру и быт Древней Руси. Некоторые сведения о жизни и нравах славян можно встретить в зарубежных источниках. Первые письменные свидетельства о восточных славянах относятся к рубежу первого тысячелетия до н.э. О славянах сообщают греческие, римские, арабские и сирийские источники. Византийские авторы тоже оставили в своих трудах немало такой информации. Славяне жили к востоку от германцев. Их расселение шло по трем направлениям – на юг, на Балканский полуостров, на запад, в Среднее Подунавье, и между речья, Одера и Эльбы, и на восток и север, по восточно-европейской равнине. Результатом было разделение славян на три ветви – южную, западную и восточную. В VI веке происходит обособление восточного славянства, которое и формирует древнерусскую народность. Восточные славяне жили племенным союзами, каждый из которых имел свою территорию и главный град – укрепленное городище, в котором собиралось общеплеменное вече – народное собрание. Производился суд, а также находились в святилище и торг. В случае военной опасности в городищах могли укрыться общинники, которые жили рядом, в неукрепленных деревнях. Разрозненные славянские племена вели между собой постоянную борьбу за землю, объединяясь лишь на время, чтобы отразить набеги степных кочевников. При патриархальном укладе жизни все дела племени вершили старейшины, и слово их было законом. «Правосудие у них было запечатлено в умах, а не законах», – писал один греческий историк. Воровство случалось редко и считалось хуже всяких преступлений. Золото и серебро они столь же презирали, сколько прочие смертные желали его. А это свидетельство другого автора. Племена славян любят свободу и не выносят рабства. Они особенно храбры и мужественны и способны ко всяким трудам и лишениям. Они легко переносят жар и холод, наготу тела и всевозможные неудобства и недостатки. Высшее счастье в их глазах – погибнуть в битве. Умереть от старости или от какого-либо случая – это позор, унизительнее которого ничего не может быть. О религиозных воззрениях восточных славян до нас тоже дошло мало сведений. Установлено, что их истоки лежат в древних индоевропейских верованиях. Тогда зарождались первые представления человека о могущественных силах природы. Славяне обожествляли их. Высокий холм, огромный камень, берег реки или могучий дуб могли в любое время стать храмом, где совершались обряды честь языческих богов. Но все эти сведения древних авторов и летописцев отрывочны и неясны, чтобы историку или художнику создать из них картину последовательных событий. Нужно проникнуть вглубь времен из разрозненных обрывков и намеков создать целое. Но каким же живым и могучим воображением нужно обладать, чтобы, собрав скудные осколки неясных сведений о быте, нравах и верованиях народа, создать полные глубокого смысла, цельные, яркие картины жизни отдаленного прошлого, картины, в которых перед нами стоят живые люди со всеми характерными способными особенностями давно минувшего времени, отдаленного от нас веками. Так писал Панов, современник Рериха в журнале «Живописное обозрение». И далее. Когда художник изображает древность такую, какую она ему представляется, недостаточно, чтобы он обставил ее атрибутами эпохи. Такие опыты бывали не раз. Нужно, чтобы он заставил нас поверить, что жизнь в те далекие времена была именно такую и иною не могла быть. А для этого нужно, чтобы он сам жил той жизнью, чтобы он проникся настроением эпохи, переселился в нее своей творческой мыслью и показал нам ее на полотне из того далека, куда может перенестись только живая деятельная фантазия истинного художника. Едва ли найдется другой художник, который достиг этого с такой полнотой и законченностью, как Николай Константинович Рерих. Конец цитаты. Ничто и никаким способом не приблизит так к ощущению древнего мира, как собственноручная раскопка и прикасание. Именно первое, непосредственное касание к предмету большой древности. Никакое книжное изучение, никакие воспроизведения не дадут ту благодетельно зажигающую искру, которая зарождается от первых, непосредственных прикасаний. «Когда же предметы эти особенно близки с теми историческими обликами, которые как-то самосильно вошли и поселились в сознании, тогда все становится еще ближе, неотрывно убедительнее», так писал Николай Константинович Рерих, который с детства приобщился к археологии и увлекся изучением истории, этнографии и древнерусского быта. В этот загадочный романтический мир уводили и книги. Он вспоминал, в нашей Изварской библиотеке была серия стареньких книжечек о том, как стала быть земля русская. От самых ранних лет, от начала грамоты полюбились эти рассказы. В них были затронуты интересные трогательные темы про Святослава, про Изгоя Ростислава, про королевну Ингегерду, про Кукинос, последний русский оплот против ливонских рыцарей. Было и про Ледовое побоище, и про Ольгу с древлянами, и про Ярослава, и про Бориса и Глеба, про Святополка Окаянного. Конечно, были и битва прикалки, и пересказ слова о полку Игореве, были и Куликовская битва, и напутствие Сергия, пересвет и ослябя. Повести были собраны занимательно, но с верным изложением исторической правды. На обложке был русский богатырь, топором отбивающийся от целого кольца врагов. Все это запомнилось. Родная история захватывает Николая Рериха с первых же дней учебы в Академии Хушдожеств и Петербургском университете, где он одновременно обучался с 1893 года. Изучая юридическое право, он при этом с большим интересом слушает лекции на историческом факультете. Неудивительно, что многие его живописные работы посвящены историческим событиям. Как он сам объясняет, где же искать художнику большей поэзии, как не в минувшем, полном очарования тайны. Куда же направлять ему свое воображение, как не в давно прошедшие века, подернутые седым туманом. Как-то особенно звучат для нас от звуки минувшего. Со страниц летописи веет чем-то величаво спокойным. Характеры полны и детски понятны. Время отбрасывает все подробности и детали, складывая облик полной художественной правды, общей всем векам и народам. История неотразимо привлекает в себе художника. Словно безжалостная водяница, завлекает она его в свои глуби. Но чуть отзовись он, поддайся этому течению, и без помощи младшей сестры истории археологии, наверное, погибнет в прекрасных омутах. Для того, чтобы историческая картина производила впечатление, необходимо, чтобы она переносила зрителя в минувшую эпоху. Для этого же художнику нельзя выдумывать и фантазировать, надеясь на неподготовленность зрителей. А в самом деле надо изучать древнюю жизнь, как только возможно, проникаться ею, пропитываться насквозь. Конец цитаты. Николаем Рерихом и его тягой к русской истории заинтересовался критик Владимир Васильевич Стасов. Он возглавлял художественный отдел в публичной библиотеке и охотно допустил молодого художника к ее сокровищам – древним летописям, грамотам, книгам. Между ними происходили длительные беседы. Была также переписка. Вспоминая о Стасове, Рерих отмечал, «Всегда я ему писал в виде старинных русских грамот. И он всегда радовался, если слог и образность были исконными. Иногда он отвечал мне тем же исконным слогом». У Курбатова была фотография наша, снятая у его знаменитого оттягченного книгами стола в публичной библиотеке. Как чуткий критик он понимал, что русская сущность будет оценена тем глубже, если она выявится в своих прекрасных образах. Николая Константиновича очень интересовал важнейший переломный момент в истории Отечества – образование древнерусского государства. И он задумывает целую серию картин «Начало Руси. Славяне». Первоначальное название «Славяне и варяги». В 1899 году, уже создав несколько работ на исторические темы, Николай Константинович писал историку и писателю Половцеву. «Последнее время я мучен несбыточной мечтою, чтобы мне предоставили зал какого-нибудь музея, чтобы написать в нем начало Руси, покрыть все стены живописью от пола до потолка, растолковать целый период, чтобы вошедший в это помещение сразу переносился в эту поэтическую эпоху. Это была бы работа, которой стоит посвятить всю жизнь. Можно внести столько нового и в искусство, и в науку». Николаю Константиновичу действительно удалось сделать очень многое в том, чтобы растолковать целый исторический период жизни Древней Руси. По словам исследователя Льдова, первобытная русская древность нашла в Рерихе вдохновенного истолкователя, создавшего совершенно новый жанр искусства, опирающегося на глубокое археологическое исследование. В образах Николая Константиновича Рериха древний русский обиход воскрес с почти сказочной живостью воссоздания. В нем больше, чем в ком-либо, из современных русских художников заметны черты прирожденной гениальности. В 1897 году Николай Константинович создает первую картину из задуманной серии «Гонец. Восстал род народ». За эту работу он получает звание художника. Картина сразу же была приобретена известным собирателем Третьяковым для своей Московской галереи, и это явилось настоящим признанием. Но Стасов сказал Рериху, «Что мне ваши академические дипломы и отличия? Вот пусть сам великий писатель земли русской произведет вас, художники, вот это будет признание. Да и гонца вашего никто не оценит, как толстой. Он-то сразу поймет, с какой-то такой вестью спешит ваш гонец». И через два дня в Москве состоялась встреча с Львом Николаевичем Толстым. Стасов оказался совершенно прав, полагая, что гонец не только будет одобрен, но и вызовет необычные замечания, вспоминал Рерих. На картине мой гонец спешил в ладье древнему славянскому поселению с важной вестью о том, что восстал род народ. Толстой говорил, «Случалось ли в лодке переезжать быстроходную реку? Надо всегда править выше того места, куда вам нужно, иначе снесет. Так и в области нравственных требований. Надо рулить всегда выше, жизнь все равно снесет. Пусть ваш гонец очень высоко руль держит, тогда доплывет». Через полвека Николай Рерих напишет, «Не случайно моя первая картина была гонец, и с тех пор всякие вестники моя любимая тема». На переднем плане этой картины мы видим челнок, скользящий по глади ночной реки. В нем два человека. Один из них стоит на корме, управляя веслом, другой же сидит, на его лице видна какая-то серьезная дума. И как не раздумывать, когда везешь такую важную весть своим сородичам, что восстал род народ. На берегу реки поселение с домиками, характерными для древнеславянских городищ. На Чистоколе насажены конские черепа. Этот древний славянские обычаи связан с поверьями об их волшебной силе, ограждающей стада от мора, о людей и жилье, от грозы и других бедствий. Над такими историческими деталями, как лодка, однодеревка, изгородь, тип древней славянской избы, художник тщательно работал и советовался со Стасовым. Посылал ему зарисовки и, когда получал одобрение, вводил их в композицию. К какому же времени относится сюжет картины? В повести временных лет отмечено, что в середине IX века в районе озера Ильмень формировался мощный союз славян. Этому объединению способствовала борьба славянских племен с варягами, которым они платили дань. Варяги были изгнаны, но разгорелась новая борьба за власть и восстал род народ. Для установления мира и покоя ссорящиеся племена пригласили князя со стороны. Такая практика приглашения князя на правление из близких, зачастую родственных земель, была распространена в Европе. Выбор пал на варяжских князей. Варяги были близкими эльменским славянам по языку, обычаям и религии. Вот как сообщает летописец в повести временных лет под 862 годом о решении жителей тех мест. Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву, и пошли за море к варягам, к Руси. Те варяги назывались Русью, а славянский язык и русский одно есть. Этому событию посвящена следующая картина Рериха из серии «Начало Руси» сходятся старцы. Старцы – это представители славянских племен. Сошлись они под вековой раскидистый дуб к священному костру. Собрать их всех сюда могла только очень важная причина, от которой зависела судьба целого народа. Действие происходит ранним утром. Солнце еще не показалось из-за горизонта. У подножия дуба таинственный идол, конские черепа окружают его, а вокруг дуба расселись старцы и ведут беседу. Один не подоспел ко времени и спеша подходит, опираясь нарезной посох. Писал о картине искусствовед Лазаревский. Сходились старцы на родоправный совет, говорил о картине сам художник, сопроводив ее поэтической былиною. За дальним Перуновым озером, заповедном от дедов урочище, стоит над яром высокий дуб. Любил сворожить, что дерево, а славяне эльменские чтут его. Место вокруг дуба утоптано, горит под дубом святой огонь, к дубу сходятся родичи. Стоят ли земли без хозяина? Старцы земли нового города сойдутся под дубом раскидистым. Ворон на дубе не каркает, на небе заря разгорается, скоро ярила покажется, засияет, блеснет красносолнышко, и проснется земля святорусская. В основу этой картины лег археологический материал Николая Константиновича Рериха. О посещении такого места во время раскопок он записал. Недалеко от деревни Озертицы, близ которой были вскрыты курганы разной древности, от X до XIV века не было указано место и остатки корней огромного дуба. Как говорят, прежде этот дуб пользовался уважением всего края. По исконному обычаю окружные деревни собирались к нему по праздникам. Здесь водились хороводы и даже вершились общие дела. Как слышно, дуб был не менее 12 вершков. При сравнительной редкости этого дерева в нашем краю и крайне медленном росте его в этом предании можно видеть следы очень древнего обычая. Осенью 1900 года Николай Константинович уезжает учиться в Париж и там создает два варианта картины «Идолы». Следует отметить, что к теме идолов он возвращается неоднократно. Известно не менее десяти вариантов его картин и эскизов с таким же названием. Идолы деревянные изображения языческих богов. Вера людей во всемогущие силы природы заставляла человека выбирать для поклонения им определенные места, чаще всего холмы и возвышенности. Такие места являлись своеобразными древнеславянскими храмами под открытым небом. «Эскиз кидолам меня радует», писал художник своей будущей жене Елене Ивановне. Он сильный, яркий, в нем ни драмы, ни сентиментальности, а есть здоровое языческое настроение. На картине мы видим высокий холм, защищенный со всех сторон чистоколом, увешанным черепами животных. В центре капища пять идолов, разрисованных яркими красками. Видимо, в своем замысле Николай Константинович следовал повести временных лет, где рассказывается о пяти кумирах, воздвигнутых князем Владимиром на холме. В центре святилища находился Перун, главное языческое божество. Идолы украшены резьбой и орнаментами. Их создатели, по мнению Николая Константиновича, были людьми по-настоящему близкими искусству. Кто же делал идолов? Кто же эти воятели? Не всякому можно было поручить такое важное дело, как вояние божества. Всякое божество должно было быть известного вида, иметь те или другие вполне определенные атрибуты. Все эти традиции могли быть известны одним ближайшим служителем Бога, жрецам. Наиболее вероятно будет предположить, что они и были художниками этого дела. В Париже Николай Константинович создает также и картину «Замурские гости», которая отличается от предыдущих полотен богатой палитрой. В последующие годы он напишет еще несколько картин с таким же сюжетом. На написание этой картины вдохновила художника поездка, совершенная им еще в 1899 году, во время которой он по поручению Императорской археологической комиссии обследовал современное состояние объектов археологии, расположенных на Великом торговом пути «Изваряг в греки», зародившимся в восьмом веке. Заметка Рериха по пути «Изваряг в греки» появилась еще до написания картины «Замурские гости». Николай Константинович пишет так, словно он сам был очевидцем происходящего. «Длинным рядом идут ладьи, яркая раскраска горит на солнце, лихо завернулись носовые борта, завершившись высоким стройным носом драконом. Полосы красные, зеленые, желтые и синие наведены вдоль ладьи. Около носа и кормы на ладье щиты привешены, горят под солнцем. Паруса своей пестротою наводят страх на врагов. У рулевого весла стоят кто посыновитей, поважней, сам конунг там стоит. Конунга можно сразу отличить от других. И турьи рога на шлеме у него повыше, и бронзовый кабанчик, прикрепленный гребню на макушке, отделкой получше. Такие подробности в описании деталей, известные Николаю Константиновичу как археологу, конечно же, очень важны. Этот водный путь способствовал не только торговым контактам, но и связывал воедино восточно-славянские земли. На нем располагались такие крупные города, как Киев, Любич, Смоленск, Новгород. Возникали и новые. Путь из варяг в греки шел из Варяжского моря, так раньше называли Балтийское море, по Неве, Ладожское озеро, или как его называли в древности озеро Нева, далее по реке Волхов в озеро Ильмень, затем по Ловоти. Из Ловоти перетаскивались волоком в Днепр. В картине Рериха «Волокут волоком» воспроизводится этот момент. Далее путь следовал через Черное море к Византии, в ее столицу Константинополь. Путь из Варяг-Греки способствовал знакомству Древней Руси с культурой других стран и их благотворному взаимодействию. Николай Рерих писал, «Вспоминая постоянную восточную цареградскую струю и приток с севера культуры скандинавской, становится ясным разнообразие культурных влияний в области новгородских славян, пожалуй, не уступающих в этом отношении югу». А в статье «Радость искусству» Николай Константинович отмечал, «Глубины северной культуры хватило, чтобы напитать всю Европу своим влиянием на весь X век. Никто не будет спорить, что скандинавский вопрос один из самых красивых среди задач художественных. Памятники скандинавов особенно строги и благородны. Долго мы привыкали ждать все лучшее, все крепкое с севера. Долго только ладьи с пестрыми парусами, только резные драконы были вестниками всего особенного, небывалого. Культура северных побережий, богатые находки Гнездова, Чернигова, Волховские и Верхнеповолжские все говорит нам не о проходной культуре севера, а о полной ее оседлости. Весь народ принял ее, весь народ верил в нее. Хочется также отметить еще один момент, на который указывает наш современник Владимир Леонидович Мельников в своем исследовании о культурологических идеях Николая Константина Чарериха. В правом верхнем углу картины за высокой сопкой могилой Вещего Олега Рерих написал «Загадочное поселение на возвышенности, крепость, археологических данных о которой в его время не было». В 1997 году археолог, доктор исторических наук Евгений Александрович Рябинин обнаружил на правом берегу реки Волхов, куда впадает река Любша, древнейшую на территории Восточной Европы славянскую каменно-земляную крепость, датируемую серединой VIII века, получившую название Любшинская крепость. Под каменной Любшинской крепостью оказалась деревянная последние трети VII столетия. Айда Рерих воскликнул историограф Андрей Чернов. Интуиция гения не только. Вид сопки вещего Олега Николай Рерих назвал одним из лучших русских пейзажей. На фоне Любши Рерих изобразил своих заморских гостей. Рябинин считает, что дальнейшее исследование Любшинской крепости позволит прочитать древнейшую страницу истории нашего Отечества, ответить на вопрос летописца «Откуда есть пошла русская земля?» Если продолжить разговор о других исторических предвидениях Рериха, то, по словам академика Бориса Александровича Рыбакова, чутье художника помогало ему предугадывать будущие археологические открытия. На рисунке «Изба смерти» Рерих дал умозрительную конструкцию славянского языческого погребального сооружения. Через три десятка лет раскопки на Верхнем Дону подтвердили предсказания художника о том, что на территории озерного края будут найдены свайные постройки на заливаемых или заболоченных местах. Николай Константинович утверждал, что идея сваи, идея искусственного изолирования жилья над землей в пределах России существует издавна. Здесь мы у большой древности. Избы смерти славянской старины, сказочные избушки на курьих ножках – все это вращается около идеи свайной постройки. Такие постройки изображены на нескольких работах Рериха, в их числе словей «Разбойник», «Панно» из сииты богатырский фриз, древняя жизнь, небесный бой, каменный век и другие. Картина «Заморские гости» по словам Юрия Николаевича Рериха посвящена прибытию Рюрика на Русь. Именно он прибыл по призванию славян на правление в 862 году. С Рюрика начинается династия первых русских князей, правителей Древней Руси. До летописца дошло мало преданий о княжении Рюрика. Известно лишь, что он построил крепость на Ладоге, где и поселился. И именно отсюда, по сообщению Рябинина, были произведены в начале XVIII века самые первые археологические раскопки в России в окрестностях Старой Ладоги, первой летописной столицы Древней Руси. В 1899 году Николай Константинович Рерих создает картину Старая Ладога. Сохранилось предание, что по смерти братьев Рюрик оставил Ладогу, пришел к Эльменю, срубил город над Волховом, прозвал его Новгородом и сел тут княжить. Это прямо показывает, что Новгород был основан Рюриком. Так на Руси началась важная деятельность русских князей строительства городов. В 1902 году Николаем Рерихом была создана картина «Город строят». На фоне строящегося светлого града среди строителей в белых одеждах выделяется фигура князя в красном плаще на коне, под руководством которого разворачивается грандиозное строительство. Не просто возводится город, но строится и слагается славное будущее Великой Руси. Вот что писал о картине сам художник. «Картина строит город. В ней мне хотелось выразить стремление к созиданию, когда в разгаре сложения новых твердынь нагромождаются башни и стены. В наши дни, когда мы пережили столько разрушений, каждое строительство является особо ценным». Так ждалось, так предвиделось и так увиделось. Город строят, и какой чудесный, мощный. Там, где строят, там не разрушают. Каждое строение есть умножение блага. Когда постройка идет, все идет. «Почему все строители в белых одеждах? У Рериха ничего случайного нет», отмечает Наталья Дмитриевна Спирина. «Значит, это люди с чистыми помыслами, не для себя строящие, не для корысти, а строящие ради общего блага». Этой картине Наталья Дмитриевна посвятила стихотворение «Город строят». учав «Город», вот «Город зí мы строим город небывалый одежды белые надев не ради власти или славы во имя блага всех людей мы строим и не отступаем от трудностей от преград свой труд за счастье почитаем не ждем похвалы линоград и не боимся поношений мы знаем в город тот придут посланцы новых поколений которых неотложно ждут далее мы предлагаем вашему вниманию небольшой сюжет о любшинской крепости предоставлены нам алексеем и ушкиным для нашей программы любшинская крепость древнее сооружение обнаруженная лишь в двадцатом веке одна из заслуг принадлежит участникам экспедиции организованной институтом археологии материальной культуры ран под руководством доктора исторических наук рябининым в 1997 году но разведочно любшинский вал был исследован еще в 1968 году экспедиции орлова тогда же впервые были обнаружены каменные конструкции внутри вала и следы деревянных конструкций на его гребне в отличие от предшественников рябинин вал перерезать не стал пошел по поверхности первая же закопушка показала что вглубь и ходит сухая кладка расположена она на правом берегу реки волков на возвышенности там где в него впадает речка любша именно поэтому крепость получила такое название точная дата возведения этого сооружения не установлена для наших дней сохранились лишь руины исследование которых помогло понять как когда-то выглядела любшинская крепость исследователи утверждают что любшинская крепость могла быть построена приблизительно в восьмом веке под которой обнаружены остатки деревянной крепости 1 3 7 века которая могла являться первой крепостью возведенной на территории руси а когда были сделаны радиоуглеродные анализы характер памятника обнаружился в полной мере что же известно об этой находке еще в первые века нашей эры здесь обитали коренные жители края финны шестом веке в устье любши возводится финская аполитописи чутское дерево земляное укрепление острожек а в конце 7 начале 8 века финское городище гибнет в результате пожара и на его месте строится новое поселение предполагается что создателями крепости стали словени которые пришли с южного побережья балтики вероятнее всего она защищала местное население от опасности которая могла прийти со стороны в ладожского озера стена представляла собой глиняный вал высота которого составляла приблизительно 3 метра вал держал подпорки созданные свободно сложных камней точная высота крепости не была определена считается что этот показатель не выходил за рамки 7 метров историки не пришли к единому мнению о том почему была заброшена любшинская крепость одна из версий гласит что это произошло в результате войн местного населения друг с другом в результате которого погибли воеводы и был призван на княжение знаменитый соснователь царской династии рюрик существует и версия гласящая что крепость пала в результате нападения викингов которые пришли из-за моря местные племена одержали победу в сражении захватчиками однако понесли серьезные потери повлекший за собой страшную смуту это предположение практически опровергают стрелы найденные при раскопках археологи утверждают что такие стрелы не могли принадлежать скандинавам наконец наиболее популярная гипотеза гласит что виной всему стало банальное изменение рельефа местности в результате которого значение сторожевого поста сооружение передало ладожской крепости если верить этой версии история любшинской крепости подошла к концу примерно к середине 9 столетия исследования крепости вызывают живейший интерес до сих пор после проведения раскопок были обнаружены уникальные находки число которых приблизительно равно 150 особую ценность представляют стрелы сохранившиеся в остатках стен одной из таких является так называемая поющая стрела специальное отверстие проделанное в наконечнике издавала при полете тонкий свистящий звук такие стрелы предположительно пробивали кольчуги поэтому и называли этот звук голосом смерти обнаруженные предметы помогли установить что племена населявшие эту местность в то время поддерживали контакт с по волжьем востоком и прибалтикой любшинское городище ждет своих исследователей которые могут еще больше приоткрыть завесу тайн истории нашего края дорогие друзья мы прощаемся с вами до